всем добрый день друзья я сейчас нахожусь в центре города ставрополя в общем ставрополь облетела такая новость у нас пилили голубой ели около дома правительства сейчас я иду туда и все хочу сам посмотреть своими глазами ну я в общем то вообще в шоке как все новость быстро все это делается буквально недавно только в новостной строке наш мэр города и губернатор города в соцсетях опубликовали это все что они хотят заменить эти голубые ели которым уже по 60 лет и просто их спилить ну дело то в чем что там всего лишь четыре дерева начали засыхать и вот с легкой руки губернатора ставропольского края владимира владимирова решили все эти ели обновить и заменить в общем то я не представляю зачем вообще это делать эти голубые ели во всяком случае можно было вылечить они просто-напросто подверглись нападению вредителей и у нас есть практика лечения таких деревьев на камбин водах кстати председатель экологического совета павел мартиросов предложил предлагал свои услуги нашему губернатору по лечению этих деревьев ну как видимо наше руководство города и края решила просто-напросто это эти деревья спилить и посадить новые что нам обещают посадить новые пятиметровые ели вот высота вообще-то вот эти голубых ели было 15 метров вот сколько если я помню я столько и помню эти елочки которые росли ну тогда еще около дома советов сейчас это дом правительства в общем то 60 лет для ели это не предел средний возраст ели они могут расти до 300 лет их просто надо было полечить и все а практика лечение такая была на камин водах там почти с полутысячей больных деревьев пропало всего лишь 10 деревьев вот так вот распорядились и в общем то затраты какие-то для города 5 из ну это же дело не дешевое спилить выкорщивать их утилизировать и все остальное ну давайте все сейчас и посмотрим вот это уже у нас дом правительства это вот нас дома старопольского края которая все решает чем они апеллировали но просто тем что в соцсетях начали писать вот жители города саврополе согласны с таком с таким вот решением мэра и губернатора обновить здесь вот такие ели а зачем их обновлять была красота ну давайте посмотрим что здесь стало да и недавно буквально съемку сделал и вообще не видел здесь какие-то сухие ели все зеленое здесь было давайте посмотрим что ли стало вот смотрите все поспилили 4 засохших был дал дерево а давайте посчитаем сколько их спилили вот такие ели были голубые ели смотрите они засохшие нет они не засохшие вот поверьте я в этом разбираюсь я все-таки на баме служил и ни одно дерево там срубил и пилил день и засохшие эти деревья где раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 вот только отсюда 12 деревьев просто-напросто взяли и спилили ну теперь что их будет выкорчевывать сажать новые видимо городе у нас и в крае очень много денег поэтому вот и решили вот таким образом обновить здесь и посадить новые деревья губернатор савропольского края правительства савропольского края но это не предел вот смотрите где они засохшие я ничего не вижу что они были засохшие 13 14 15 16 17 18 19 20 21 дерево просто-напросто убрали нет что засохшие смотрите вот голубая ель я думаю учись и вот этих деревьев тоже такая же будет да вот они под засохли это вот зеленая стоит их просто на было лечить да и все и кстати свои услуги павел мартиросов предлагал по лечению этих елей у нас правительство решает вопросы совсем по другому ну давайте вообще-то все здесь поспелим и все новое посадим кстати павел мартиросова с европы обращались чтоб он поделился опытом лечения этих деревьев все можно было здесь решить совсем вопросы это по-другому но я вообще-то вот поражён просто поражён очень-очень самые плохие впечатления вот просто я возмущён вот такие у нас дела стра творятся городе ставрополь но мало ли что у нас засыхает подсыхает но это не значит надо раз в один момент все здесь порезать убрать и все остальное вот такое видео друзья в общем слегкой с легкой руки губернатора эти деревья стали старыми престарелыми их просто-напросто убрали все друзья удачи вот смотрите вот такие ели были и сейчас их просто-напросто нет я просто сейчас остановился с женщинами поговорил говорит вот не только у нас такое творится и михаловский творится на железнодорожный вокзал вы наверно все помните какие там деревья бы их были привокзальная площадь и что сейчас там стало вообще такое высшее место но вот такие чудеса творятся в городе ставрополь